В 2003 году в Саранск приехала со своими подопечными знаменитая дрессировщица Тереза Дурова. Рассказывала, как готовился самый известный в мире номер циркового представления – акробаты на слонах. Четыре года дрессировки шеститонных гигантов, и вот они послушно переступают через хозяйку. А в 2005-м в отцепление попала саранская ТЭЦ-2. Здесь нашли взрывное устройство, которое, как выяснилось позже, пролежало на месте много лет. Но тем не менее, пока спецслужбы разбирались, что к чему, на предприятие никого не пускали. Годом позже, в 2006-м, Мордовия заняла первую строчку в рейтинге по сельскому хозяйству, а крупнейшая аграрная выставка «День российского поля» приобрела международный статус. Тогда на открытии побывал министр сельского хозяйства страны Алексей Гордеев. Хвалил не только аграриев. Журналисты показали себя как реальные агитаторы и контролеры начала действий государства. И я везде после этого ездил и всегда оставил пример мордовских журналистов, как действительно должна работать журналистика. Утром 14 июля в 2011 году прямо в центре Саранска рухнул балкон. Конструкция старенькой и признанной аварийной четырехэтажки не выдержала испытания временем. Не помогли даже железные укрепления, которые жильцы сделали своими руками. Просто такой звук был, грохот и все. Соседка у меня как раз, вот жилая квартира, вот с балкона, которая, значит, это все рухнуло, вот они вообще, вот они обнаружены. Но не сразу, потому что она была, по-моему, на кухне, насколько я знаю. А муж был дома, в общем, спал. 14 июля ежегодно отмечает свой день рождения Ичалковский район в 2014. Там отпраздновали 85-ю годовщину. Но не только тому радовались местные жители. Здесь появились новые микрорайоны, дома, которые построили для ветеранов и молодых специалистов. Выросли в аккуратные кварталы. Программа развития сельского хозяйства становилась реальностью. Вообще, я отсюда родом и, как бы, когда отучился, решил вернуться сюда и посвятить свою жизнь сельскому хозяйству. Отсюда уезжать не собираюсь. Очень нравится местность и люди, и работа. В общем, все приносит удовольствие. А в прошлом году, в этот день, в Ковылкине устраняли последствия ночного урагана стихии. Прокатилась по центральной части города, наломала дров, оборвала линии электропередач, оставила без уличного освещения большую часть райцентра, не пощадила местный центральный рынок. Центральный рынок сильно поврежден, в плане того, что все торговые палатки, которые там были установлены, они, как бы, сейчас находятся уже в таком состоянии, которое требует восстановления, либо полной замены. Частично повреждена была кровля многоквартирных домов, вот, заборы, поэтому последствия сейчас этого ветра еще просчитываются. И материальный ущерб будет еще оцениваться. Таким было 14 июля в разные годы работы 10 канала. Оставайтесь с нами, в наших архивах еще много чего интересного. Светлана Лашина, Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова